Доброго времени суток, вы на канале Let's Heart Games, с вами Бабкин и сегодня мы поговорим о зелёном фонаре, как им играть, на что он способен, ну и что я узнал, да? Давайте, пожалуй, начнём со Special Attack. И давайте по порядку. Ракета. Назад, вперёд, Икс. В принципе, обыкновенный projectile, да, который летит на всю карту. 8% и с энергией 17%. В принципе, неплохо. Также он подбрасывает врага в воздух. Также отмечу, что как только вы используете энергию, да, чтобы сделать скилл с энергией, снаряд тут же взрывается, то есть вы сами можете его взорвать в любую секунду. Например, видите, даже не долетает, то есть вы можете вообще сразу его взорвать. Это на ваше усмотрение. Ракетный залп. Вниз-назад, Икс. Тут, смотрите, какая штука. Вы можете сами регулировать, куда этот залп направить. То есть на ближнюю дистанцию, среднюю и дальнюю. Допустим, если вы будете стоять впритык и просто сделаете вниз-назад, Икс. Видите, что получается? Вы его просто не заденете, ну, вашего противника. То есть, если средняя дистанция, вы попадете. Как регулируется залп? Делаете вниз-назад Икс и тут же нажимаете вперед или назад. Естественно, если вы нажмете назад, значит будет ближняя. Если вы нажмете вперед, будет дальняя. Показываю. Ближняя. Дальняя. Также, если вы примените... Примените энергию, тогда пустит... Еще одну. Ракету, которой вы уже не сможете управлять, и она просто полетит в конец экрана. Думаю, это понятно. Мощь фонаря это что-то вроде... Телекинеза, да? Так как у РМК. То есть, противника мы поднимаем вверх и перебрасываем. В принципе, неплохая штука. Очень часто используется в любом комбо. То есть, в любом хорошем джагле вы должны применять. Причем неоднократно. То есть, в принципе, где-то два раза в основном. То есть, первый раз это идет с энергией, который бьет три удара и делает вам 10% вместо 6. И второй вы уже сможете сделать без энергии. То есть, вот так вот. Примерно. Ну, что тут сказать. В принципе, дистанция неплохая. Как видите, да? Огонь из пулемета. Назад, вперед, Y. Как видите, бьет примерно на среднюю дистанцию. Если просто применять, в принципе, нежелательно. То есть, 7% и... Ну, ни о чем. Если же вы будете применять с энергией, тут уже получше. То есть, 20%. Видите, вот даже вот такая вот дистанция, он уже не достает. То есть, средняя дистанция. Чисто, я думаю, просто добить врага, когда... Если использовать с энергией. Не более того. Турбинный удар. Назад, вперед. А или A, как вам удобно. В принципе, можно применять. Но, опять же, я не особо пользуюсь им. Большой плюс в том, что можно делать быстрый телепорт в воздухе. То есть, если вы сделаете в воздухе, вы подлетите к врагу или сделаете просто антиэйр. То есть, если там противник в этот момент в воздухе, да, там пытается, или просто вот так сдалека прыгнул, вы можете его споймать на турбинный удар. Также можно турбинный удар использовать так, чтобы в любом случае зацепить противника. Это, то есть, посредине карты, чтобы он летел. Вот так вот. То есть, вы, как бы, в любом случае его зацепите. Разве что он только присядет. Ну, в том случае, тут нужно уже делать не в воздухе, а вот так. Так, и воздушная ракета. Та же ракета, которую мы использовали, да, только в воздухе. Как видите, летит наискосок. Если противник будет прямо под вами, допустим, вот так вот, то вы не попадете. Так же она делается без энергии. То есть, просто стреляем. Такие вот дела. Так, и давайте теперь рассмотрим джаглы и хорошие комбо. Начнем мы с самого простого. 36% если сделать просто. Так же я забыл упомянуть о специальном навыке, да. Давайте я вам его покажу. называется коренной прием. То есть, свой спешл какой-то. Особенный навык. Свет зеленого фонаря. Делается он на B, то есть B. Вот так вот. И, кстати, вот он быстро заряжается. Вот сейчас закончится. Смотрите, раз, два, три, четыре. Вот примерно 4 секунды, и опять вы можете юзнуть. То есть, в принципе, неплохо. Что это нам дает? Свет зеленого фонаря обладает, обволакивает Хэла Джордана зеленой энергией и увеличивает общий урон Хэла и увеличивает урон от многих особых приемов, то есть спешл атаков. Ну, думаю, тут все понятно. Немного, то есть, бустит демейдж ап. И примерно, в принципе, там, ну, 10%, если быть точным. Как видите, 5,5, а так просто 5. То есть, 10%, 10%, если вы юзаете луч, да, или как он там называется, свет зеленого фонаря. Свет. Итак, первая комбо 36%. Если же вы заюзаете свет зеленого фонаря, будет 40%. Как делается? Начинается, в принципе, с X, Y, A, или X, Y, A, да. Желательно перед этим делать джампанч, то есть, всегда перед комбо какое-то делайте джампанч, то есть, джампанч, X, Y, A, тут же ловим на мощь фонаря, да, или как будем называть, просто то есть, на вот этот спешл ловим, юзаем энергию, да, в этом джагле, в любом толковом джагле у фонаря нужно хотя бы юзнуть один метр, то есть, одну энергию. Окей, юзаем мощь фонаря с энергией и после этого повторяем процедуру, то есть, что мы сделали. То есть, словили и опять добиваем и ловим. Выходит 36%. Показываю. Ну, как видели, я показал с светом зеленого фонаря вышло 40%, если без него 36%. Продолжаем. Так, и собственно второе комбо делается на 39% или же 42%, смотря, заюзаете вы свет зеленого фонаря или нет. Начинается оно абсолютно так же, то есть, джампанч Y, X, Y, А, ловим его на мощь фонаря, юзаем энергию и после этого тут уже мы делаем немножко по-другому. То есть, словили и потом нажимаем назад А, чтобы ударить, то есть, вот таким вот образом. Ловим джампанчем на Y и потом нажимаем Y, Y, А, вниз, назад, X. То есть, делаем мощь фонаря. Вот так вот. А теперь все вместе. И, как видите, вышло 42%, и если не юзать свет фонаря, выйдет 39%. Так, и следующий джаггл делается следующим образом. Назад А, джампанч массивным ударом, то есть, А. После этого ловим тут же сразу X, Y, А, мощь фонаря, то есть, вниз-назад X, с энергией. После этого, как мы сделали с энергией, просто подлетаем и добиваем Y, Y, А, и мощь фонаря. Показываю. Ну, выходит 38%, если без света фонаря, и 42%, если с светом фонаря. Так, и давайте рассмотрим последний джаггл. в принципе, он особо урона не наносит, но тоже эффективный. Его особенность то, что он начинается, грубо говоря, с нижнего удара назад X, X, как видите, у этого приема дистанция большая, поэтому он эффективен в этом плане. Собственно, как делается это комбо? Опять же, обыкновенный джампанч Y, потом тут же сразу апперкот вниз Y. Ждем, пока враг немного упадет, ловим назад XA. Хочу подметить, что вы всегда можете подловить на этот прием, то есть назад XA, когда противник падает. И если вы достанете ногой, то есть смотрите, видите? Но хочу подметить, что после этого приема обязательно нужно делать мощь фонаря, то есть захват. И только его, потому что там, насколько я знаю, другой спешл просто не работает. И желательно, конечно, с энергией, потому что вы нанесете очень мало урона, если не использовать энергию в мощи фонаря. То есть словили, делаем с энергией, после этого ловим на джампанч Y, делаем XX, точнее YYA, и заканчиваем опять вниз-назад X. То есть вот так вот заканчиваем, выходит 27%, если делаете без света фонаря, и 29% светом. конечно урона не сильно большой, но тут есть нюанс то, что нижний удар, вот такие вот дела. Ну и собственно давайте покажу. Так, ну на этом в принципе все, это такие основные комбо джаглы, которые я нашел, и на мое усмотрение они хороши по-своему. Так, ну спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх, всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.